Скажи, пожалуйста, откуда ты приехала? Ну, смотри, мы тебя ждали почти полмесяца. Расскажешь немножко? Я была на Камиле, а потом я съездила на Лаудины, и вот я приехала. А это твоя инициатива? Ну, и по работе, и как хобби. Круто. А по работе это как понять? Это секрет. То есть, скоро мы ждем очередной от тебя какой-нибудь... Ой, нет, это никак не отражается на моих работах, я там не пишу обнаженных девушек из кишлаков. Никак нет? Нет, никак нет. Окей. Первый раз, когда ты была в Европе, потому что мы все знаем, что ты была в Европе, что тебе больше всего понравилось? В Европе? Да. Ну, понравилось то, что люди не обращают внимания на то, как одеты другие люди, не обращают внимания, как они выглядят, они по-зимнему одеты или по-леднему. Не обращают внимания на внешний вид других людей. Просто живут своей жизнью. Вот это мне больше всего и понравилось. Окей. А ты там была в музее, посещала? Да, я была в музеях, но музеи мне там совсем не понравились, потому что там музей современного искусства. Ага. Окей. А есть вот хотя бы одно что-нибудь, то, что тебе не понравилось, и ты можешь это сказать, то, что вот из-за этого мне не понравилось современное искусство? Ну, да. Ну, наверное, это то, что они не то чтобы извращают искусство. Вот именно они и опошляют его. Они выставляют себя обнаженными на публике и называют это современным искусством. Я не знаю, выходят обнаженными в топорах. Это очень все у них красиво и грязно. С топорами? Нет, в топорах в себе. Круто. А немножко можешь описать? Ну, я была в музее современного искусства МОК. Это первый раз в твоей жизни? Нет, это не в первый раз в твоей жизни. Это именно в Вене. А, именно в Вене. Да. Я была в этом музее. Там была экспозиция и открытие выставки современного искусства. И там были работы не только венских художников, но и художников со всего мира. Именно тех художников, которые переехали жить в Вену. Ну, и там были такие композиции, экспозиции, как обнаженные мужчины лежали, а в них топоры. Они были перекрашены в белый, в зеленый цвет, завязаны цепями. Вот это вот мне все не понравилось. Ага. То есть, если в следующий раз у тебя будут возможности, ты не зайдешь? В этот музей нет. Есть информация о том, что у тебя первые твои работы, грубо говоря, когда ты была еще школьницей, твои одноклассники заметили то, что ты увлекаешься этим, и они заказывали у тебя портрет. Там в школе кому-нибудь нужна была домашка. Вот я им рисовала домашку. Ну, я бы не могла сказать, что они мне платили как-то за это. Смотри, сейчас дело не в том, что сколько заплатили. Ты можешь сказать, описать свой первый рисунок, свой первый портрет, и какие у тебя были эмоции, когда, допустим, ты его отдала однокласснику? Ты можешь вспомнить? Не, наверное, я не смогу вспомнить. А первую картину вспомнила? Ну, я первую картину вообще, когда я в руки карандаш взяла. Ну, вот твой одноклассник у тебя… Это было в детстве, в 5 лет, у меня не было одноклассников. Так, мы сейчас говорим о том, что твои одноклассники заказали портреты у тебя. Это информация, это не я сам придумал, это я в интернете нашел. То, что твои одноклассники заметили то, что ты увлекаешься, заказывали у тебя портреты, правильно? Да. Вот я хочу понять, вот твой первый портрет, ну, первая твоя, грубо говоря, серьезная работа. Нет, одноклассники не заказывали. Где вы там шли? Не заказывали? Нет. Они мне просто просили рисовать домашнее задание. Ага, понятно. Хорошо, цитирую. Даже в школе по воспоминанию Марифат ей часто бывало скучно и она уходила в творчество. Одноклассники, узнавав о ее хобби, часто заказывали портрет. А, то есть информация недостоверна? Нет. Мне заказывали портреты не одноклассники. Окей. Я начал, я свой первый, сейчас скажу, портрет написала по заказу в девятом классе в 15 лет. Окей, об этом чуть-чуть попозже поговорим. Немного поговорим о травах. Нет, не о тех, о которых вы подумали, а о тех самых, которые собраны в продукции Siberian Wellness. С 1996 года компания Siberian Wellness производит натуральный продукт для спорта, здоровья и красоты на основе дикорастущих сибирских трав. То есть 22 года компания делает продукцию из самого сердца Сибири. Сегодня продукцию Siberian Wellness можно заказать в 65 странах мира на трех континентах. Центры обслуживания компании открыты в 26 странах, включая страны СНГ. Продуктовые линейки компании актуальны везде. Ведь потребность в здоровом образе жизни едина для всего населения планеты. Вот уже два года компания запустила свою линию спортивных добавок. Siberian Supernatural Sports Сибириан Supernatural Sports вам поможет своими спортивными добавками измениться к лучшему. При покупке не забываем про промокод IRON KING и получаем бесплатную консультацию и, конечно же, скидочку. Подробности о продукции по ссылке в описании. Мне интересна, опять же, другая информация, опять же, с твоих последних интервью. Они были недавно, я думаю, что ты их вспомнишь. Опять же, там говорится о том, что ты участвовала в художественном фестивале в честь Дня города. Было такое? Было такое, да, это было давным-давно. Это было в 14, даже в 13 лет. Окей, а какие работы твои были? Просто были здания, которых уже сейчас нет. Вот это здание... Можешь перечислить хотя бы парочку зданий, которых сейчас нет? Ну, я рисовала эти дома с арками в центре. Вот я их рисовала. Потом я рисовала Маяковский театр. Вот. Я также рисовала Академию, которую, возможно, тоже несу. И было ли какой-нибудь наградой? Да, была награда, была выставка, по-моему, в кофе в Ахдате. Вот. Была выставка. Там также был музыкальный концерт. И нас награждали сертификатами и благодарственными письмами. Это тебя вдохновляло? Нет. А что нас вдохновляет? Меня вдохновляет музыка. Когда ты что-то рисуешь, что-то... Я, конечно, обязательно слушаю что-нибудь. Меня вдохновляют фильмы. Такие сильные фильмы про женщин. Назовешь парочку фильмов? Назову. Мне очень нравится фильм «Вы». Мне также нравятся фильмы «Коко Шанель». Крутой фильм. И «Ла Мья Лос». Блин, у меня столько информации с интернета, что... Я просто поэтому спросила заранее вопросы. Потому что они себя выдумывают, придумывают. Я сама в шоке, когда узнаю про себя что-то. Они с тобой утверждаются или нет? Некоторые, да. Некоторые... Окей. Давай возьмем вот «Азия Плюс» с тобой утверждает? Да, «Азия Плюс», да. Окей. А «Спутник»? Они мне как-то отправили статью, но я ее не дочитала. Ты участвовала в фестивале ООН в Таджикистане? Да, как-то было. А там какие работы твои были? «Чистой воды». Это твоя работа? Да, моя работа, которая выиграла премию. Вот, на тот момент большую премию. Можешь назвать? На тот момент? Угу. Нет, сумму не могу назвать, но она была большая сумма. Ну, я была... Тысячу долларов? Ну, не настолько. Все, понятно. У меня была... Я была молода, мне было 14 лет. Это казались большие дети. Это было 11 лет назад. Круто. Да. Деньги тебя мотивируют? Нет. Следующий конкурс, в котором ты участвовала, меня это просто поразило. Это на тему борьба с терроризмом и коррупцией. Мне очень интересно, какие твои работы были в этом конкурсе? Я даже не вспомню. Мне было... Это было так давно. Наверное, мне было 12 лет. Вот, я не знаю. Что я могла на тот момент понимать, как терроризм или коррупция? Деньги, автоматы. Вот мы это рисовали. Тебе кто-то помогал? Да. Мы еще рисовали... На тот момент был такой случай, как в Беслане. 1 сентября школу захватили. Вот, я нарисовала школу в Беслане. Нет, мне никто не помогал. Это твое воображение, твоя фантазия? Да. Не вспомнишь, как ты это рисовала? То есть, как это выглядит? Школа в Беслане? Ну, я рисовала школу, да, такую темную школу. Отсюда выглядывают цветные дети. Ну, сама школа была написана в черно-белых тонах, а дети в цветных. Вот. Ну, и там были плохие дядинки с автоматами. Вот. Это и был для меня терапизм. Ну, а коррупция, это там афганские машины были с передачей денег. Я не знаю почему, но я писала так. Ну, как ты связала афганские? Я, наверное, видела передачу с талибами или я не знаю как-то. И ты их связала с коррупцией? Их не заценили. Их не заценили? Нет, их заценили с таким письмом, где было написано спасибо. И наклеечки. А спасибо это от министерства культуры Таджикистана? Нет, это было UNDP. А, UNDP. Понятно. Насколько мне известно, опять же, ты не закончила институт? Нет. Институт искусств. Вообще, дело вообще было по-другому. Поступила я в технологический. Технологический. Перевелась в институт искусств. Не понравилось, обратно перевелась в технологический. Закончила технологический. Насколько мне, опять же, известно, тебе не понравилось то, что идет давление со стороны учителей о том, как вы должны одеваться и все остальное. Да. Это было и не только в институте искусств, это было и в технологическом. Нам запрещали одевать джинсы, кеды, кроссовки. Нас заставляли одевать классическую одежду, юбки. А у нас огромные мольберты, где невозможно работать в юбках. Вот. И заставляли одевать белую блузку, как в школе. Вот. Я просто этого всего не понимаю. Я и в школе-то не одевала. Ну, ты как человек искусства, тебя это все напрягало. Да. Меня напрягало это, да. И те люди, которые там преподавали, только что выпустившиеся учителя, которые читали, которые читали статьи с интернета. Вот. Я могла это дома делать. Ага. То, что они вам преподавали, это считай, что вы читали с интернета и пришли вам… Ну, это последние два года, которые я учила в технологическом. Да, так было. Вот кому ты благодарна, что у тебя вот такая база есть? Разители. Давай теперь поговорим о деньгах. Первый твой платный заказ, который тебя действительно… вот ты сделала, ты получила деньги и сказала «Вау! вот, наконец-то мою работу подсинили». Не знаю даже. Я просто его выполнила и получила деньги. Я очень экономичный человек. Я очень много не трачу, поэтому я их оставила и все. Для меня этого Вау не было. — Хорошо. Первые твои курсы, которые были за рубежом, есть информация о том, что, допустим… — Не читайте «Спутник». — Я не читаю «Спутник». — Но там было написано, что это спонсировалось художественным фондом. — Художественным фондом – это отдельно. Вот я сейчас почему вспомню, потому что ты говоришь, что я немного не трачу, но какая-то часть денег была из того, что ты себе накопила. — Ну да. Я трачу деньги на путешествия, на обучение. Для меня это важнее. — Сколько стран по земле ты уже объедела? — Сколько стран? Наверное, где-то 8-9 стран. — Круто. Круто. Твой самый любимый город на планете? — Из того, что я видела, да? — Да. — Вена. — Вена? — Да. Но я думала, будет по-весь. Да, потому что я очень люблю французский язык, французские фильмы. Но потом, когда я туда поехала, я увидела совсем нечто другое. — У тебя проходила выставка в Вене. Расскажешь немножко о нем? Как это все было? — Да. Ну, мне нашли стажировку, помогли найти стажировку. Я подала и прошла. Ну, я поехала. И во время учебы мне друзья предложили сделать выставку, параллельно их показывать, показывать мод. Вот. Ну и я согласилась. Я выставила свои работы. — Сколько работ? — На тот момент это было 15 работ. — Правда, что ты хотела показать нашу национальную культуру? — Ну да. На тот момент я написала как раз вот эту работу «Невесту» в «Красном» и выставила там. Конечно, мне хотелось представить нашу национальную культуру, наших красивых девушек. — А почему вот с этой стороны? Насколько я помню, что в выставке именно вот эта девушка, невеста, ты картиной хотела показать, насколько жесток наш народ или наше, не знаю, наше прошлое, грубо говоря, что под венец идут вот таким образом? — Ну, на тот момент они не знали, что настолько жесток, что эта работа что в себе несет. Про эту работу я рассказала уже в Таджикистане, что я этим хотела сказать. — То есть в Вене ты об этом не говорила? — Нет, конечно, нет. Я просто публиковала свои обнаженные ню-работы. — Но это уже потом, как здесь. Мы сейчас говорим о той же девушке. — Да, в Вене я просто представила свои ню-работы, таджикскую невесту, таджикских бабушек, вот и все. Я просто выставила их. У меня даже не было никакого представления. Что, к примеру, меня никак не представляли, что я вот эта таджикская невеста или же эта таджикская бабушка. Просто объявили, что это моя выставка, будет проходить там-то, там-то, вот и все. — Хорошо. А откуда тогда вот эти информации, вот именно вот в социальных сетях сейчас очень громко обсуждается это все? То, что твоя работа была выставлена в Вене с лозунгом о том, что таджикские девушки выходят под венец? — Нет, это было интервью, где я говорила, что у меня была выставка в Австрии, вот и все. Я даже не говорила, что я там как-то протестовала, хотела показать, что у нас вот такая вот жестокая культура. Такого не было. Мне в голову пришло выставить это как протест даже просто у нас после того, как я увидела реакцию на несколько моих работ после этой выставки в Австрии. — А вот эта национальная девушка изображена у тебя на картине? — Нет, на эту работу была нормальная реакция, совершенно нормальная реакция. У меня была изображена другая работа в стиле Нью, просто наполовину обнажена девушка. — Вот, и я ее опубликовала, или же кто-то опубликовал и отметил у меня то, что у меня проходит выставка в Австрии. И мне сразу же начали писать то, что давай не позорь, убери эту работу. — А можешь узнать, кто ее написал? — Я даже не знаю, просто где-то опубликовали, это были комментарии мне в личных сообщениях. Я даже не заходила в профиль, не смотрела, потому что меня не волнуют такие сообщения. — Вот. И я просто подумала то, что я с детства, не знаю, с 14 лет, на себе видела, да, ощущала некую дискриминацию. То, что мне все время говорят, ты девушка, ты должна заткнуться и сидеть. — Со стороны кого? — Со стороны мужчин, со стороны, да, старших мужчин. — Это на улице просто? — В классе было такое. — А, в классе. — Да, и на улице тоже. Они также подходили. Некоторые, я не знаю, взрослые парни, я там такая маленькая девочка, говорили мне очень некрасивые слова. — Ты можешь смело говорить? — Я даже в обычной жизни не употребляю такие слова. — Окей. Хорошо. Вот давай поговорим о вот этой девушке-невесте, да? То есть, когда я ее посмотрел, вот описание, допустим, вот этой работы было такое, что вот бедная девушка выходит насильно замуж, да? Но взгляд этой девушки, то есть, не казался, ну, по моему мнению, я не знаю, может быть я ошибаюсь, не такой печальный. — А он не печальный, это совершенно сильная женщина, которая смотрит в глаза своему будущему и, наверное, ждет. Потому что я знаю очень многих женщин, которые пытались, я не знаю, отказываться от того, от свадеб, да, то, что их заставляли. Но их заставляли родители, говорили то, что вот у меня сердце болит, я скоро умираю, давай. — Выходи побыстрее. — Да, да. И вот им больше ничего не остается, как просто, наверное, делать все, что говорят родители. — Окей. А вот эта девушка, которая позировала, она таджичка? — Она не позировала, это вымышленный образ. — Это вымышленный образ. — Немножко поговорим о выставке, которая была уже у нас в Душанбе. Насколько я знаю, это Нью, правильно? Выставка Нью. Иначе ее никак не назовешь, правильно? — Ну да, правильно. Нет, правильно все. — Правильно, да? Хорошо. Откуда у тебя родилась эта идея? — Ну, эта идея родилась от того, что я девушка, которая живет в Таджикистане. Вот. И каждый день вижу, как ребята оскорбляют женщин, и не только словесно. Вот. И так же меня это коснулось. И я вот думаю, раз вы так гордо, так храбро оскорбляете нас, да? И представляете нас там, я не знаю, когда мы проходим мимо вас так смело в каких-то образах обнаженных. Потом это еще и озвучиваете. Ну вот, смотрите, девушка обнажена, вам не нужно ничего придумывать. — Окей. Мы сейчас немножко эту самую, разберем эту тему. Очень интересно становится. Была ли у тебя поддержка, скажем, в первую очередь морально со стороны близких? Что они тебе говорили? — Честно сказать, только поддержка была со стороны моих друзей, близких. Их не так много. Вот. Их не 20-30, только пару человек. А родители, конечно, они меня поддерживали, но они мне предупреждали, потому что не нужно. Ты таджитская девушка, ты мусульманка. Такое не нужно делать. Все сразу, все идут к религии, да? У искусства нет религии. Пишут все. Да, у нас раньше запрещали писать лица, тела. Но «Тысяча одна ночь» — это не только лица. Там больше написано, и это было очень давно. И это тоже наша восточная культура. — Ты сейчас о книге говоришь? — Да, да. — Ты ее читала? — Ну да, конечно, приходилось. — Приходилось? — Не, ну в смысле, это было в школьной программе, и поэтому… — Хорошо. Один отрывок из того, что там слишком откровенно написано. — Я даже не имею в виду откровенно написана поэма, а именно картины, которые там написаны. — А, именно картины. — Да, там написаны обнаженные девушки. Да, рядом находятся мужчины. — Окей. Другой момент. Министерство культуры, я заметил у них прямо вот на сайте, после выставки, статья. Другие какие-то комментарии были со стороны Министерства культуры? — Не было. Естественно, они первые, кто опубликовали вот эту вот статью про выставку. — С тобой кто-нибудь общался оттуда? — Нет, никто не общался. Просто, наверное, я никого не звала даже в день выставки, в день открытия. У меня даже нет фотографий в день открытия. Просто сами, наверное, кто-то пришел, потому что Сирен, когда она организовывала выставку, она отправляла пригласительные в международные организации и в посольство. — Окей, это все понятно. Хорошо. Насколько я знаю, это был протест от лица всех женщин, которые... — Да. Ну, от лица всех женщин я не могу говорить, потому что... Ну, это от моего лица. — От твоего лица? — Да, потому что я видела реакцию женщин. — Ну, ты же хотела показать это народу. — Да, конечно. — А почему не было никаких там афиш о том, что вот в такое-то время, в такой-то день будет проводиться... — Была афиша в Фейсбуке. — Только в Фейсбуке? — Да, только в Фейсбуке. Я не планировала это делать масштабно. У меня была просто цель сделать такую выставку... — Ну, окей, кому? — Да. Ну, приходили с посольства многие, приходили наши друзья, художники. Вот. Многие художники говорят то, что наши женщины не могут показывать красиво женские тела. — Это говорили наши художники? — Наши художники, мужчины, они говорят то, что... — Хотя бы одного можешь назвать? — Не могу. Вот. И я просто это сделала для нашего круга. И потом, чтобы я смогла опубликовать работы. Вот. Я их не публиковала до выставки. — То есть интернете? — Я сама держала. Да, да. Я сама держала. — Мне немножко непонятно то, что после выставки был очень большой шум о том, что... Таджикские женщины, они бедняжки, их очень мучают. И вот была выставка в протест от лица всех женщин и все остальное. То есть ты смело говоришь о том, что это не было протестом и это было чисто мое желание показать свое... — Я не говорю, что это не был протест, это не был протест от лица всех женщин. Это был протест от моего лица. — Хорошо. А сколько раз ты подвергалась к насилию, грубо говоря, со стороны мужского пола нашего солнечного Таджикистана? — Словесному насилию? Уличному, да? — Да, да. На улице, в школе, в кафе. — Очень много раз. У меня даже пальцев не хватит ни на ногах, ни на руках. Даже в школе я могу сказать такой яркий пример, что мы просто гуляли с одноклассниками, кто-то сзади подошел, схватил за задницу и облил водой. — Это в школе? — Это было в школе, да. И я перевелась этой школой. — Окей, и вот это все у тебя собралось и в один день ты не стерпела и ты решила вот таким образом? — Нет, это не было в один день, я два года готовилась к этой выставке. — Два года? — Да, я два года писала, потом я хотела провести выставку, я подавала в Сорос, они мне отказали. Они не согласились. — Почему? — Ну, из-за того, что они сказали, что и суйте кишлочки, и будьте спокойны. Вот. Да, это открытое общество Сорос. Вот. Я обращалась, я уже подумала своими силами организовать эту выставку. Я хотела сделать выставку в Шаратоне. Увидев мои работы, они сначала согласились, а потом они мне прислали письмо, что уберите эти шесть работ, которые обнажены. — Угу. — Вот. — Почему именно вот эти шесть? — Потому что они обнажены, и Шаратон оказывается восточная гостиница. — А Сирена нет? — Сирена нет. Сирена согласилась. — А перед тем, как согласиться, они видели твои работы? — Конечно. В общем, я напрямую не обращалась в Сирену. В Сирену обращалась моя знакомая. Она сказала, что вот у этой девочки есть работы, может быть, тебе они интересны. — Угу. — Вот. Она пришла ко мне в студию, увидела работу и сказала, мы сделаем выставку. Планировалась выставка в ноябре прошлого года, но так как я уехала, я не смогла, мы запланировали по гости. — Опять же, очень интересно, почему именно в Таджикистане, именно в Душанбе. Объясню. Первая твоя выставка была в Вене, но там, грубо говоря, девушки не были настолько обнажённые, чем выставка, которая была в Сирене. — Да. — Почему ты сопоставила, что вот именно в Нью выставку можно проводить здесь, а вот тот, который более-менее не обнажённый, это можно выставить там? — Объясню. На тот момент у меня не было много Нью работ, у меня были только две работы Нью. — Ага. — Вот, все остальные были просто дел, даже три работы Нью. Я начала работать на Нью два года назад, это как раз когда я первый раз поехала на учёбу, на стажировку. Вот, и мне просто предложили выставить работу, и я подумала, ну, я могу презентовать себя как художник там. Вот и всё, у меня не было никакой цели. А именно в Таджикистане почему? Потому что мне не безразлично наше общество, и как общество относится к женщинам. Вот, и именно поэтому я продолжала работать в этом стиле, и решила сделать выставку. — Ну окей, смотри, вот опять же, вот не было никакого объявления о том, что проводится какая-либо выставка, да? Не боялась то, что тебя не услышат? Люди, грубо говоря, допустим, в пяти километрах от Душамбе, кто-нибудь знает о том, что у тебя проводилась выставка, и такая реакция она привела? — В пяти километрах от Душамбе? — Я сейчас примерно говорю. Ну вот ты была на Памире, тебя узнали? — Узнали. — Говорили что-нибудь? — Говорили. — Что именно говорили? — Говорили и хорошее, и плохое, кто-то мне даже сказал. — Ну, кроме как дали какие-то, допустим, комментарии, ничего больше не было. — Нет, угрожали, и сказали, что ты, девочка, будь осторожна. — Ну, это предупреждение, это не угроза. Он же не сказал, но я тебя зарежу. — Он сказал, да, будь осторожна, у нас такие дела делать нельзя, иначе кончится очень все плохо. — Хорошо. Ты осознавала то, что наш менталитет не готов к такому выставку? — Честно сказать, нет. Я была в шоке после того, как увидела пару комментариев, начальных комментариев. Когда я презентовала свои работы, я думала, возможно, я какое-то влияние окажу, совсем немножечко. Ну, хотя бы чуть-чуть что-нибудь сделаю для женщин, или хотя бы для себя, я не знаю. Но потом я увидела, что ко мне обратились радио Зоди, они сказали, можно мы снимем репортаж про твою выставку? Я сказала, а что вы будете снимать? — Просто про выставку, вот и все. Я сказала, ну, хорошо. Они сняли, и это выставили так, что я такая вот злая, такая вредная, показываю, что вы, мужчины, все Таджикистана такие плохие, вот вам. Хотя было не так на самом деле. Они сняли просто, и я сказала то, что некоторое общество, да, не вся часть мужского пола Таджикистана. Я хотела бы до некоторого социума донести, что такое женское тело, вот. И этим самым, да, это выдвинуть как протест против уличного насилия, вот, против домашнего насилия. Я просто хотела показать красоту женского тела. Хорошо. Смотри, протест против домашнего насилия и насилия социума над женщинами, грубо говоря. Если ты помнишь, в 2012 году был ролик, где девушка после того, как выходит замуж, она себя фотографирует каждый день в течение одного года. Дополнено. Первые фотографии у нее с улыбкой, все хорошо, постепенно, постепенно у нее на лице больше синяков и больше, как бы, гематомы и все остальное. Разве вот такие, грубо говоря, социальные ролики не больше уместны к такому посылу, чем вот показать голую девушку? Обнаженную. Обнаженную, извините, пожалуйста. Конечно, уместны, но я не могу снимать. Я могу просто писать. Я просто воспользовалась тем, что я умею. Хорошо. Другой момент. Почему не написать женщину, которая таскает там тяжелый груз, там, я не знаю, девушка, которая сложная, она там чего-то делает, там много детей в округе, она, не знаю, разрываться, это не покажет о том, что это тоже… Это было бы как-то примитивно. Это было бы похоже на какой-то проект, да, какой-то коммерческий проект, какой-то… Ну, на какой-то проект, я не люблю слово проект, это просто мое творчество, вот и все, я так выражаюсь. Окей. А коммерческих целей не было в твоем? Не было, совсем не было, потому что я бы могла их продать, я не продавала их в той выставке. У меня просили их покупать, но я отказывалась, я хотела просто выставить их и все. Я даже сейчас отказываюсь продавать. Опять же, насколько мне известно, была информация о том, что две твои работы купили в Америке, наши таджики, которые живут там. Какие именно? Так… Так… Так ты же продала! Но это другое, у меня не было такой цели, чтобы продавать. И их купили без меня. Они висели в сирене, на них были цены, вот и любой человек мог прийти и купить. А я была уже по работе на Памире, и мне сообщили, что вот какие-то, какие-то работы у тебя купили. Их завернули, отправили? Ты пришла, а их нет? Я пришла, нету не трех работ, а пяти работ. То есть это не коммерческая цель? Нет, не коммерческая, потому что бы я сейчас продолжала бы продавать, но я отказалась после выставки продавать. Сейчас где твоя работа находится? Находится у меня, у меня дома. У тебя есть еще одна работа, называется «Балерина». Да. Правда, что за нее три тысячи баксов дали, но ты ее не продала? Да, правда. Почему? Я же говорю, я ждала выставки. А после? После я ее тоже не отдала, потому что у меня будет другая выставка. То есть нам ждать очередной шум? Возможно. Не, не шум. Шума не будет. Мне не нужно шума. Просто выставка. Хорошо. В двух словах можешь, какая выставка нас ждет? Ну, тоже это в стиле ню, работы. Я не собираюсь устанавливаться, потому что там кто-то сказал, я тебя зарежу. Хорошо. Самый запоминающий комментарий, плохой комментарий, который ты запомнила? Который я читала? Ну да, который ты читала и запомнила. Мы тебя повесим на виселице. Вот. А еще меня обозвали. Я ночной бабочкой. Это самое плохое то, что я прочитала. Я больше не читала ничего. Я думала надо остановиться, больше не читать. Окей. Давай. Ты согласишься со мной насчет фразы, что если картина художника не продается, то это бессмысленная трата времени? Нет, не соглашусь. Почему? Потому что, когда писал Ван Гог, его картины также не продавались. Вот. Наверное, он точно так же думал. Но сейчас они продаются. Если картины не вызывают никакого чувства, вот это бессмысленная трата времени. Вот ты говорила о том, что есть примитивные. Угу. Когда ты последний раз видела примитивную картину, где женщина мучается, что ей тяжело? Многие художники наши пишут такие работы. Одного назовешь? Даже не знаю. Я видела недавно на выставке. У нас так же с нами? Да, да. У нас много выставок. Да. И это было где-то 4 месяца назад. Вы знаете, такие иллюстрации можно увидеть в книжках и к ним еще есть текст. Вот, это такие социальные книжки. А я не пишу иллюстрации к книжкам. А, хорошо. Ты будешь продолжать такие писать, такие в стиле Нью, грубо говоря? Конечно. Девушки, которые тебе позировали, сколько часов они стоят? Ну, они стоят первый день, а потом я дорабатываю. Дорабатываю, да. Ну, вот сколько часов они стоят за один сеанс? Ну, мы тратим, наверное, 5 часов вот так. 5 часов? Да. Это еще мало. В университете мы писали 24 часа, 3 дня по 8 часов. Ну, окей. Вот она стоит и в течение 5 часов она не двигается? Ну, она может ходить там попить, посидеть. Пописать? Пописать. Круто. Ты можешь хотя бы троих назвать девушкой, которая тебя позирует? Не могу. Те, кто видят мои работы, могут их узнать, наши близкие друзья. Имена не могу назвать. Ну, ты же смелая. Я смелая, но я не могу решать их судьбу. То есть это может повлиять на их судьбу? Конечно, может повлиять. Если их отдают замуж насильно, зачем им судьба? Их не отдают замуж насильно. В моих моделях никто не выдаёт замуж насильно. Нет, я не пишу именно тех, кого выдают замуж насильно. Те вообще не согласятся мне позировать. Потому что они не могут сказать «нет». Вот. И они так и идут. По речке. Не против течения. А тех, кого я пишу, это сильные и независимые женщины Таджикистана. Да. И вы протестуете? Да. У кого есть своё мнение, и те, которые не боятся сказать, что я женщина и я могу. А другие, кому я хочу это донести, многих, кого я знаю, да, они говорят, ну да, у нас такая участь, мы женщины. Какая у вас участь? Я не понимаю. А. После выставки что сказали твои родители? Допрыгалась. Это единственное, что они сказали. Они бы были против, если бы ты повесила один из картин обнажённой девушки, смелой девушки, которая не выйдет замуж на сильный дом? У меня там 10 висят. Обнажённые? Да, конечно. Всё нормально? Всё нормально. Я же говорю, я благодарна своим родителям, потому что к этому я пришла благодаря родителям. Они меня воспитали так, без никаких границ. И в детстве они меня заставляли читать книги. Заставляли? Ну, в детстве всех заставляют. Может, у тебя какой-то ненависть сохранился от того, что в детстве тебя заставляли чего-то делать? Нет, нет. Я благодарна. Я жалею, что меня ещё больше не заставляли. Не закрыли в комнате и сказали, сиди и читай. Да, лучше бы я читала больше. Хлеба не будет. Да. У меня папа музыкант. Он с детства мне ставит очень красивую музыку. Такие как Beatles, Queen. И я выросла на таких песнях, поэтому, наверное... Если бы ты вышла замуж за иностранца, что бы твои родители сказали? Я бы не вышла замуж за иностранца. Почему? Чужая культура... Ты же не согласна с нашей культурой. Нет, почему я не согласна? Мне нравится наша культура, мне не нравится то, что сейчас происходит. Мне очень нравится то, что... Сейчас? Раньше такого не было? В советское время такого не было. Опять же, в одном из интервью ты говоришь о том, что это было со времён, и эта культура была со времён наших предков и до сих пор это сохранилось. Нет, вы знаете, больше всего меня понимают именно люди советского периода. Скажу почему. В советское время в университетах обязательно было в программе писать обнажённую натуру. Да, такое было обязательно. Почему? Потому что без этого нельзя, без этого, без анатомии художник не сможет запросить всё остальное. Вот, и поэтому, мне кажется, это было больше свободным. Одевали наши бабушки, одевали платьюшки выше колен, без штанишек. Сейчас ты оденешь выше колен, юбочку на тебя пальцем покажут. Есть фотографии, где наши бабушки, у меня есть фотографии, где моя бабушка, она выше колен платьюшки в тюбитеке, это красиво. Да, она не укутана. А правда, что до тебя домогались, даже телефон отобрали и взяли твой номер телефона? Ну, это было не один раз даже, несколько раз было. Просто час дня, подошли, мы попросили номер по-хорошему. Я отказалась, они схватили мой телефон, записали себе, потом названивали и угрожали. А в чём ты была одета? Я никогда открыто не одеваюсь. Хоть мне и нравится. Ну, вот как ты сейчас выглядишь, так? Вот так, да. Нас с тобой почти сложно отличить. Да, вот. Ну, кроме волос, у меня их нет, а у тебя они есть. У тебя есть волосы здесь. У меня есть борода, да? Хотя это сейчас никого не удивляет, да? Да. Парень с длинными волосами ходит с бородой или девушка? Да, никого не удивляет. Это нормальное явление, да? Это был не один случай, был случай ещё. Это всё понятно. Ну, а почему? Ну, просто не обратиться в один милиции. Обратилась, обратилась девушка Авсона. Молодец, молодая, 25-летняя, да, журналистка. Вы знаете, когда она пришла к ним, она сказала, ты вообще одевайся нормально, чтобы они к тебе так не приставали. Она говорит, а какая вам разница, как я одета, у нас не Исламская республика, да? Мне говорят, давай иди отсюда. Всё. Потом на второй раз она... Это дядя милиционер, так сказал. Да, это дяденька такой плохой. Потом на второй раз она пришла и, в общем, написала заявление. Её заявление не рассматривали. Она несколько раз ходила, а потом уже взялись серьёзно. И, насколько я знаю, их оштрафовали или же посадили на 15 суток. Я точно не знаю. Всё-таки правосудие было? Да, было. Как ты оцениваешь свою самую дорогую работу? Сколько она, может, стоит? Ну, на сегодняшний день я поставил... Не я, но мне помогли поставить сумму 1500 долларов. А кто помог? Оценщики. А они кто? Это деятели искусства, которые разбираются в этом. Пришли, ну, я у них спросила, как вы думаете, как будет лучше. Мне сказали, ну, так как это твоя первая выставка, ставь 1500. На самую дорогую. Вот. Самая недорогая – 100 долларов. Круто. 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 Окей. Марифат, смотри. В конце каждого ролика у нас проходит БЛИЦ. Я его назваю детектор, потому что я очень надеюсь, что наши гости в это время хотя бы скажут нам правду. Круто. Ты можешь отвечать быстро, но не обязательно коротко, на твое усмотрение. Акрыт или масло? Масло. Европа или Таджикистан? Таджикистан. Свобода слова или семейное счастье? Свобода слова. В семье все хорошо? Все хорошо. Я очень рад. Что тебе больше всего не нравится в мужчинах? Больше всего в мужчинах? Даже не знаю. Тоже, что они мужчины. Шутил. Но не знаю, я не могу ответить на этот вопрос так быстро. У меня много чего мне не нравится. Ну вот самое, самое то, что тебя просто бесит. Бесит. Когда они говорят, ты женщина, ты должна это делать. Это наглость или это власть? Нет, это не образованность. Окей, премия. А какая больше нравится в мужчине, черта? Уважение к женщинам. Что тебе не нравится в себе? Не знаю. Что вам не нравится? Наверное, неуверенность. Нет, нет. Это чушь. Я не знаю. Наверное, что я иногда бываю слишком даже скромная. И последний вопрос, на который ты можешь еще чуть-чуть даже подумать. Если насилие над женщиной будет со стороны твоего близкого, брат, дядя, отец, неважно, ты бы согласилась, чтобы ему отрезали руку? Отрезали руку? Я бы не согласилась, чтобы ему отрезали руку, но с ним бы я больше не общалась. Спасибо, друг. Спасибо. Конечно. Спасибо. Спасибо.